Это я не могу понять, уже все, конец. Виктор уедет сегодня или нет? Во вторник уедет. А, ну все, ясно. Я не стал молиться. Ну, спаси Христа вас. Спасибо. Вот уже подрастают. Я вот все время частенько слышу и не могу объяснить. Ты, грубо говоря, читаешь, иногда поклонимся или поклонимся? Редко склонилась, поклонимся. Поклонимся, наверное, говорите. Серьмо, поклонимся. Не поклонимся. Подожди, подожди. Запутаешься там. Я уже ударение поставил. Ну, кто так, кто так. Я никак не могу. Подожди, правильно как, по-русски? Поклонимся. Редко склонилась. Ты, пожалуйста, поклонись. Не-не-не. Брат, не стоит. Поклонимся, это по церковному славянскому. Поклонимся. По-русски правильное. Это поклонимся. 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 У меня там ветка склонилась, а не склонилась. Подожди. Причем здесь совершенно неправильно. Склон, поклон. Нет. Ну, так ты не то проверяешь-то. Это не проверяешь. Ты не станешь проверочную условию. Ну, давай, просто поклонимся. Поклон. Пожалуйста, Сережа. Как нет, поклон, поклонимся. Вот отсюда поклонимся. Нет, рядом. Поклонимся это по-русски, а поклонимся по церковному славянскому. По современному русскому языку это поклонимся. Поклонимся, да. Поклон. Правильно. Вот все правильно. Склоны есть. Четко ты сказал. Не склонилась, не склонилась. Нет, неправильно. Так не надо. Да не по-славянски, а по-русски говорят. Ветка склонилась, подгейстям кладутся. Поклон, от слова поклон. Поклон, поклон. Ну, да, правильно. И поэтому поклонимся. Кланяется. Вообще, Виктор Андреевич, мы неправильно. Это тоже церковно-славянское. Поклон, это церковно-славянское. Поклонимся. Нужно говорить «склонимся» или «поклонимся». Поклонимся по-русски. Поклонимся по-русски. Поклонимся по-русски. Поклонимся по-русски. И силися мы, и очистены от всяких скверных, и спаси блажей души наши. Отец наш Небесный, Господь и Бог, во имя Иисуса Христа мы просим, услышав нашу молитву и пребудь с нами в этом собрании. Дабы Дух Святой указал, в чем мы должны исправиться, как исполнить волю Твою, не уклоняясь ни налево, ни направо, посетение ищих сиров, доп. одиноких болящих. Тебя слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Тебя слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Тебя слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Тебя слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Тебя слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Тебя слава за все, Отец, Москва. Тебя слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Тебя слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Тебя слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Тебя слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Тебя слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Тебя слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Тебя слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Тебя слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Тебя слава за все, Отец. Их говорит для нас, достигших последних веков, чтобы мы не пошли туда. Понятно? Я на эту тему сегодня хочу просто внимание обратить. Вот Моисей. Бог избрал человека на такое дело. Это оратор, трибун, перед народом выступать, закон давать. А он не может говорить. У него все есть. У него сила, власть, красота, может быть, была особо. Но речи не было, заика был, заикался. Два слова не скажет. И он Богу сразу выставил на первом месте. Господи, я не могу говорить. Он Гугнивый назывался. У тебя брат есть. Брат Арон будет твоим рупором. Будет говорить. Если кто не знает, вчера в Лондоне, в ванне скончался Березовский. Борис Аврамович. А эфир весь буквально наполнен. Коротко его биография. 67-й год. Везде его называют бизнесмен. Бывший олигарх уже не поминает. Он пришел в полное разорение. Недавно он судился за Брамовичем, проиграл процесс. А там решила о 6 миллиардах, кажется. Еще, ну там, я говорю данные, которые в интернете есть. В 7-м году, ну вот сколько назад, 6 лет. У него на счету было 1,7 миллиарда долларов. Миллиарда. Теперь первая жена подала на него. И даже вот недавно ему нужно было кто-то лететь. Он 5 тысяч долларов займы просил. Сейчас Англия там разбирается. Сам он умер или нет. Говорят, инфаркт у него был. Но перед самой почти смертью он дал интервью. Вот в интервью я нашел то, что касается меня. Он не нашел себя там. Я не вписался в эмиграцию. Я хочу в Россию. И написал Путину письмо. Я много сделал ошибок. А он хотел перевернуть власть, Путина сместить. А теперь склонился. Я хочу в Россию. В России его ждет не одна, а три тюрьмы. И считают, что он покончил жизнь самоубийством. И тут же берут интервью у кого-то приближенного, у патриарха Кирилла. Такое есть тело Чаплин по связям с общественностью. Его спрашивают, ну а как вы что скажете? Не время давать интервью. Человек мертвый. Но доброго о нем я ничего не слыхал. Даже не свое мнение он сказал. Вот и все. Бог показывает пример. Нужно заботиться о жизни вечной. Там нам не поможет ни звание, ни богатство, ни врачи. Я это все выставил у себя на форме. И все места Писания, из членов Писания. И в эту ночь душу твою возьмут у тебя. Весь мир приобретешь, душе повредишь. Моисей об этом знал. Он заботился о будущем. Я вижу это совпадение прям по теме сегодня. Заботьтесь о будущем. Вот Всеволод Чаплин как раз об этом и сказал. Это нам пример. Это образ. У него разве врачей там не было? Разве у него там не было людей, которые приближенные были? Иди сюда. И только утром охранник нашел его в бане в воде. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Я показываю сюда. Веня, иди сюда. Веня. Он не пойдет. Вениамин, иди сюда. Невозможно сбить. Сядь здесь, садись. Тебе это очень нужно. Подальше подвинься. Подвинься. Ты при том кланяешься хуже всех. Вот так вот кланяешься. Пример тебе. Бое упрямство, Бог когда-то сломит. Нельзя так. Дед позвали, хорошее место. Говорят важное. Садись, Рома. Я тебе молюсь произнеся твое имя. Ты на особым счету у меня. Вместе с Амфимовым. Я закончу. Я по теме. Я по теме и скажу. Как Моисей мог решиться на это? Это мы издали такой смотрим. Ну представьте себе, кем он был и куда пойти. Когда все рушилось. Исчезновение нации. И вдруг выясняется из рабства. И далее, что он будет терпеть? Как на него будут роптать? Поднимать свои. Свои природные, которых вывел. И будут, а у нас там было хорошо. Там в Советском Союзе. Хорошо, у нас там огурцы, лук был. А ГУЛАГ забытый. Что они работали в две смены. Все забыто. Кирпичи забыты. Вот. Надо помнить. И искать такие образы, на кого можно. Обратив внимание, сказать. Хочу писать образ свой с него. С кого писать образ? Это Маяковский еще думал. Не с Ленина, главного бандита. Среди русских. За все тысячелетия. Не с этого чудовища писать образ. Описать образ Иисуса Христа. А эти люди, как маяки, стоят где-то. Я буду говорить так отвлеченно, чтобы не задеть. У меня были известные когда-то люди. Разные. Ну вот, жена потеряла веру. Поднялась на мужа. Подала на развод. И что? На развод хорошая разведела? Бог сосчитал человек. Да, не разлучает. Я всегда думаю, когда люди между собой слетаются. Писы слетаются подобно в себе. И вдруг соединяются с тем, кто больше всего разрушает седьмую заповедь. И консультирует непрерывно ее. Юрист. Я ждал долго. Когда же это соединится? Ищите те образы, которые повлекут на небо. Это было, допустим, в Америке, в Австралии. Я не говорю, в каком государстве. Но людей тех и других я знал. Соединились на смерть. А почему? Лучше бы не познать. Ибо если он выходит, тебя крестили, и он ходит, ища, куда деться, по безводным местам, по пустыне. И, наконец, возвращается, и бывает он для того хуже, нежели первое. Он берет с собой товарища и легион. А может выйти из этого состояния человека. Нет жертв за грех, но некое страшное ожидание огня. И прямо из ванны сразу вечный огонь в ад. Ни молитвы, ничего тебе не будет. Так, пожалуйста. Я по этой же теме. Ихнатий Тихонович сейчас сказал нам об Елизовском, у которого было почти несметное богатство. Ну, скажем так, большие богатства, да. Вот человек на прошлой неделе умерла в нашей больнице. Бывшая заведующая отделением общей хирургии Егорова Е. Андреевна. Человек, который при жизни была коммунист, ярая атеистка, феминистка. Она была депутатом Краевого законодательного собрания, Краевого совета, депутатом Советского Союза. Многие звания у нее были. Она организовывала, но она вообще много работала. Очень много, потому что у нее не было семьи, как таковой, был только муж. Тяжело больной, она за ним ухаживала. Ну и вот общественная деятельность. И работа ее, которая надавала всю себя. Работала как ломовая лошадь, конечно. Добилась она этих званий и регалий, не случайно, а трудом и потом. Но отвергала Бога. И вот Господь свои слова проявил на ней. Для нас это пример, образец, что Господь говорит. Сказал безумный сердце, в своем нет Бога. И она стала безумной, потому что умерла она, потеряв рассудок. И находясь одна практически дома, это нужно было видеть. Это вот, когда показывают кинохронику нацистской Германии, наши военнопленные. Это кости и кожа, пролежние. Это ужасно, это просто вот, ну, это что-то невероятное. И ни один коммунист, ее соратники не подумали, а как она, что она, что с ней там происходит. Все отвернулись и забыли про нее, про все ее звания и никакой почести. А тут, когда она умерла, то Ремнева, ее сотрудница известная вам, Ремнева, она, видите ли, ночь не спала. Какой же парик ей нужно? Вот этот подойдет или другой парик? Она ночь не спала, беспокоилась. А когда она при жизни была, чтобы устроить ее, у нее пенсия, наверное, была приличная, можно было найти какого-то человека, который бы ухаживал за ней. Нет, этого не было сделано. А тут, ну и красивые речи, помпезные, траурные, шествия там и прочие там, все мероприятия были сделаны. То есть для галочки все. Так вот, вот такая вот судьба людей, которые отвергают Бога. У меня знакомый архимандрит рассказывает, подошла прихожанка, а у нее отец умер, коммунист. И она говорит, ну папа умер, ну как-то будет петь надо. Ну он признавал Бога? Нет. Он ярый такой коммунист был. Ну какой коммунист? Ну Ленину верил, он читал, даже у него, прочитать-то все не прочитал, вычитал, говорит. Ну что мы, во Христа не верил. Ну там памятник стоит около, вы знаете, краевой администрации. Ну пускай вокруг обнесут и гробом стукнут в памятник. Обнесут, еще раз, три раза стукнут углом-то гроба, но и хоронят. Я что могу сказать-то? Что теперь думать, тем более он сам не думал. Тут один умер тоже, ну что, одного посадили, считать не значит, сидит с папиросой. Папироса упала, и он загорелся, и покойник горит, он сам что-то живой-то не сгорел около него. Нам пришли, говорят, что делать? Ну что, угольки собирать, да хоронить. Это нам все пример. И теперь Вадий, будучи в муках, поднял глаза свои, Лазаря бедняка увидел. Я мучаюсь в пламени всем, мучаюсь. Нет перехода, там пропасть. Не надо обманом тешить людей, я умру, за меня тут подадут, помолятся. У него пять братьев-олигархов было. Теперь он только о них заботится, о себе он уже не заботится. Одну капельку на пальцы донести, да уж не капельку, а просто мокрым пальцем прикоснуться. А сегодня столько воды. Но главное, мы знаем, какая вода. Дух Святой сошел такими потоками. Это все сегодня твоей власти. Это мгновение, миг. Я все привожу на память, что сказал Серафим Саровский. Вот эта комната вся наполнена червями. И каждый будет прогрызать тебя во всех направлениях, в глаза, в рот, везде. Ну немножко, ну немножко, лет сто. Но стоит, любезные мои, потерпеть. Это ради Христа. А ради Христа какие муки люди терпели? Как мучили этих юношей, вот таких мальчиков. И они все выдержали. Они сияюще предстали перед Богом. Нам сегодня день, напоминание, потому что первая неделя Великого Поста прошла. Четыре дня мы здесь собирались на канон Андрея Критского. Как у нас трехступенчатые молились. Такое радостное, воодушевленное состояние. Наш брат Игорь, он просто прекрасно считал. Так воодушевленно. Господь так это все дал. Надо давать считать тому, кто верит, кто любит. А так можно живые слова заморозить у себя во рту. Мы придем домой и даже не объяснишь, какой-то свет буквально идет. Это Бог так сделал. Кто не был, ну зайдите хотя бы в интернет, посмотрите у нас. Молились несколько лет назад по этому канону. Так, если кому-то что-то нужно сказать, поднимите руку, а то я дальше продолжу по своим делам. Значит, у нас какое дело? Возникают кое-какие такие нюансы, неизвестные. Я спрашиваю, вот Виктор, это один из тех, кто с нами едет. Николая Кручина нету, я не знаю. Путешествует. Они с женой путешествуют. Путешествуют. Значит, надо было сказать, что помолиться. А уже помолились. Да, консивостян где. А вот это неизвестно. Вот это хотелось. Вот второй, это Виктор Савченко, приехал из Потеряльки. Ему завтра получать паспорт заграничный здесь. Я услышал опять препятствия, что он принимает экзамены с 9 класса, 8-9 в Потеряльке. И где-то в июне захватывает, чуть ли не за 10 число дальше назвали. Нам это крайне не подходит. Что делать, не знаю. Но я вижу, какие варианты. Один из вариантов, чтобы он передал, чтобы другой принял экзамены. Но я же преподавал. Экзамены принимать должен не этот учитель, а другой. Он как раз и проверил, что ты не подыгрываешь им. Но потерять, может быть, нет такой возможности, чтобы по этой пропели такой же учитель был там, по географии, по математике. Это первое. Нам нужно раньше попасть в Москву. Почему? Мы сразу должны попасть в посольство. На неделю только рассмотрение там будет. Чтобы получить визу, мы должны приглашение туда привезти. А представьте, мы прием 17-го, едем, или какого там, выйдем. За 4 дня тут, пока мы теперь сдали, да еще суббота-воскресенье, да еще через неделю, мы к июлю подтянем. А ему потом раньше надо к 1 сентября. Ведь мы должны, главное, наша работа будет в России. У меня намещается пройти через Чечню, Азербайджан, Грузия, Армения. Пройти вниз. Вы сейчас, вы услышали, только молитесь. Вы понимаете, самое невероятное, пройти пустыню 40 лет, но Моисей прошел. Это пример для нас. Я посчитал, сколько, в общем, у нас получается за 35 государств, которые мы должны пройти. Какие опасности, как мы пройдем, ничего не знаем. А вот в этой немощи Бог проявляет силу. Если бы я знал, я спрашиваю, в организации звоню, которые связаны, говорится, с инопланетянами, с этими. Никто этим делом никогда не занимался. И везде вас там не пропустят, там не пропустят. Тем более с литературой. То есть совершенно невозможно. Но я очень верю в моего Иисуса Христа всемогущего. Он это может сделать. То, что вы в прошлом году сделали, было сверх намечено ровно в 3 раза больше. 240 городов и сел. 50 тысяч километров. На 3 миллиона 150 тысяч рублей подарили только книги своей библиотеки. Какие отзывы идут? Книги выставляют на первом месте в библиотеках. Какие отзывы-то дают? Вы послушали бы только. Кого-кого в книги попали в руки, другие просят с администрации. Дал, ни одну книгу не возвращает, и ты себе достанешь. Если книгу воруют в библиотеке, это означает, она пользуется не просто спросом. А ее норовят утащить и никому больше не дать. Мы едем, и может быть это предпоследний раз. У нас кончается тысяча экземпляров, всего только. И мы, видите, нынче у нас такое состояние трудное. И сейчас вдруг оказалось, что слишком к югу туда, где у нас главная ставка будет, куда контейнер отправлять. Ну не менее 5 тонн надо отправить только литературу. Кто-то должен принять. А внутри, где мы хотели ближе к Москве, так и не могли найти никого. И там только приближается оттуда, мы все время даже будем делать, кажется, 500 километров лишних. И поэтому главное нынче упор сделаем на юг, на южные области пройти. А тогда, если Господь благословит, остаток это на следующий год. Я же намечал Европу на следующий год, но обстановка мировая такая, что откладывать никак нельзя. Это может уже не повториться. Ну давайте сядем, говорится, опустим руки. А чего ради? Когда я разговариваю с людьми, которые занимаются там в визовой службе, скажите, невыполнимое что-то здесь есть, они подумают, ну знаете, это чрезвычайно трудно. Это надо там, чтобы люди расположились. Даже собаку провести. Уже защипировали. Но каждое государство имеет свои правила. Вот он поставит укол, а я туда приезжаю. Я до Москвы трое суток. А там нужно после укола, чтобы не больше трех суток было. Тогда пропустят. Я должен где-то около границы, теперь найти город, опять ветеринарный дополнительный, сделать укол. Правила такие. Нужны, не нужны, нас не спрашивают. Это мы здесь хорохоримся. Там никто не будет разговаривать. Нам главное пройти Польшу. А уже от Германии там легче. Дальше мы снова разворачиваемся. Болгария, Венгрия, Австрия. Спускаемся до Греции, через Италию, к Папе Римскому, к Ватикану. В Монако хочу попасть. Главный мировой и горный дом. И тогда только через Испанию, к Атлантическому океану, у Тихого были. А оттуда уже сейчас разговариваем, как нам получить допуск в Англию. Очень трудно. И поэтому к нам приезжала директор Кассовского института, Ксения Деннон, из Лондона. На нее теперь через Париж, через Малютиных. Они сообщили, но Малютины вдруг уезжают в отпуск. Понимаете как? Теперь оттуда ответ не получу я, пока они не вернутся. А вернемся куда? На Германию обратный ход давать? Сколько нерешенных вопросов. И я настолько верю, что Бог сильно разрешит. Мы здесь, дед, ночуем, в полосу зашли. Там нельзя. Мы зашли в полосу, нас сразу на 1000 евро арестуют. Как теперь там быть? Гостиницы снимать не можем. Мне говорят, в каких городах будете, заранее представьте счет, что у вас забронировано в гостинице. Мы должны сказать, да, мы едем в Грецию, там ездим ночевать. А вот дальше мы в Испании нигде не ночуем. Едем и едем. Я должен доказать, что мы не будем спать два шапера. И ночевать будем только снова в Германии. Под Ламаншем, на глубине 100 метров, по дну, пронырнуть, в Лондоне объехать. Я должен был в Вернандию попасть. Единственное, куда не попадаем, в Исландии. Это остров очень далеко. А здесь через Данию, Финляндию, это мы все обойдем. И уже все данные собираются вместе, все можно. А потом только переплыть, что там, в Балтийском море всего. И дальше мы сразу в Эстонию, а дальше уже пришли. Я говорю, сегодня уже это более реально. А возможно, я отмечаю, у Бога все возможно. Бог все может. Поверь в вашей, это будет Бог. Поэтому я вам говорю, вы помогите молитву. Нам нужно сейчас разменять рубли, чтобы было хотя бы 12 тысяч евро. 12 тысяч евро, это 500 тысяч рублей. Почти. Где взять? Денег-то нету. Это тоже вопрос. И все эти вопросы на мне лежат. Все сидят спокойно, ничего нет. Я должен опять находить деньги, как на машину. И вот что сказал Березовский, мне тоже это понравилось. Когда он его брал интерьер, он говорит, жизнь потеряла для меня смысл. А у нас наоборот, с каждым днем разгорается пламя шире и шире. Полный смысл потерял. Ну 67 человек. Ну может быть я вернулся бы в Россию. Он же ему говорит, тюрьма тебя ждет. И его Боннер убеждает Елену, это жена Сахарова, академика. Изобретательная водородной бомбы. Там, в Англии она. И она говорит, не езди, Боря. Там тебя тюрьма ждет. А он как будто не слышит. Я бы научной работой занялся. 67. Это как фильм про Брежнев. Он подходит к Косыгину, а тот что-то копается. Он говорит, ну как у тебя, да здоровье хорошее. Он говорит, ну какое хорошее. Уж 75 лет. Вот и все. Шакуров там играет вообще чудо. Ну какое же тут здоровье-то. Ну когда Бог дает. И в старости, говорит, сочные, плодовитые, свежие. Они были бы другие. Смысл жизни потерян. До этого писали. Борис Абрамович проводит отпуск. Показывает, как он проводит. Охранники, там девчата. Каждый день тратится 50 тысяч долларов. Ну кого умножите на 30? Даже 500 только поставим. Да еще 3. Полтора миллиона рублей на каждый день. И где это? А где? А это говорит, вспомни. Ты получил доброе твое в жизни. Это вспомни. То есть не я должен это вспоминать. Ты вспомни. И ныне ты страдаешь, а он утешается. Это не означает, что все богатые будут в аду. Но у него веры никакой нет. Я не знаю за него, кто будет молиться. Но однажды я читал его интервью. Был такой генеральный прокурор России. Генеральный, то есть самый главный, Скуратов. И он близкий с ним был. И говорит, ну а как ты богатым-то стал? Я говорю, сам не знаю. В Америке там назначали, там каких мальчиков избрать? Я чертежник был. Утром проснулся, а его оттуда звонок. И я понял, я сказочно богат. Там 5 тысяч автомобилей стоит, где это все уже мое. Теперь продают миллиарды. И вот это такое, как они погубили Россию, олигархи развалили Россию. Такой фильм есть. Ну на еврейском все там языке. Но диктор говорит, очень хорошее. Как они хохочут, смеются с ими банкирщином. Как они ельцин в тот раз переизбирают, полумертвого поднимают. Как они делят страну по частям везде. Все это как будто никогда не было. А мы ничего этого не знали. И голодом никто не умер. Тоже потеряю. Надейся на Бога. А Скуратов говорит, горе. А что ж ты в Израиле-то не поешь еврея? В Израиле. Какое удовольствие утром проснуться и сразу вспомнить, что здесь в Израиле, там, называют, там, 6 миллионов человек только и думают об одном, как друг друга обмануть. Это характеристику дает своему родному народу. Если я скажу антисемит. А если Боря сказал, ну он еврей, он не антисемит. Ну он сказал правду. Из всех олигархов, какие развалили Россию, какие раздирали ее на части. Сегодня, говорят, это был самый умный. Он же представитель был по Чечне. Сегодня на него вспоминают какое-то просто чудовищное преступление на нем. Через него там шло вот это неперемиримое и прочее. Я ничего не могу доказать. Просто я беру материалы. И сегодня помолиться за него даже нельзя. Он неверующий был. Неверующий. Но, говорит, был крещен. Что мы для него были? Да кто их знает-то? Ну Бог разберется. Он сам за себя. Но главное, что в ванне. Ванная вода. Как вспомнит, если в воду окажется, сколько же там воды-то у меня в ванне было. А ванна-то не наша. Когда на коленочке встанешь, говорит, а ноги протянуть некуда. Ванну-то сделали, говорит, чуть-чуть побольше унитаза. Вот у нас какие просьбы. Конечно, я говорю о средствах. Вы знаете, мы их не для себя. Но, где уже было назначено, теперь все по карте сверяем. Но нет возможности. Нам нужно ближе к Москве ставку сделать. Пока никого нет. Чтобы она была по прямой на Минск и на Варшаву. Пока в тех городах никого нет. Там Смоленск где-то. Повалиться об этом надо. У меня в Смоленске есть родственники. Причем они пятидесятники даже. А нам разницы нет. Десятники это моя духовная родина. Я так подумал уже, думаю, надо будет с ними на Руссии говорить. Я не знаю новых харизматов, а десятики прекрасные люди. Вот Михаил Иоанн, они из них, через кого я пришел, получил Библию. Мы нынче вот такие были. Бесплатно нам сколько казали они Евангелия и там прочих Новозаветов. Нет, он там тетя у меня. В общем, связаться надо. Связаться просто как можно скорее. Свяжусь. Значит, вы поняли о чем? Пропросить, чтобы у Вики как-то вопрос уладился. Если нет, значит мы уезжаем, а он на поезде, тогда нас загоняет. Где-нибудь там, в каких-то городах около Москвы. И далее. Так надо вместе ехать. Он сам должен подавать. Тут еще вот что. Он сам должен подавать на открытие визы. Надо как-то узнать, чтобы какой-то доверенность нам или что. Я ничего не могу. Себастьяна просил, его нет, у юриста нашего. Но мы все время подвигаемся все ближе и ближе. Нам нужно там встретиться с русской диаспорой. Я вот прочитал. Вы даже не знаете. Одна вышла замуж в Дании. Помолчите вы. Дания. Это самая бедная у них страна. Там в этом... Где? В Финляндии. В Норвегии. Язык какой-то, говорит, искусственный. Она приехала, я даже не знала. Ну, познакомилась. Она в МГУ училась. Видно, датский студент был. И туда приехала. И она говорит, вы даже не представляете, что это за страна. Учительница учит до семи классов. И только учить считать и писать, как у нас в втором классе. Дальше образования нет. Ну, нету образования дальше. Ученик стихотворение не выучил. Говорю, он не знает. Я не имею права сказать, Ваня, почему ты не выучил? Я должна его вынести, в другую комнату завести и спросить, Ваня, почему ты не выучил? Чтобы его с ручьяна не унизить. Есть туалет, они выходят, все к стенке мочатся у школы, ученики. Я не имею права ничего сказать. Она все рассказывает. Ну, вот, говорит, ребенка они приходят, там и спрашивают. А тебя папа наказывает? Нет. Ну, мама тебя хоть вот так шлепала раз. Ну, я сегодня тихо одевался, она сказала так. Мать приходит, я что-то не вижу, где сын мой. А уже юминальная юстиция забрала его. Вы же били его. Я била? Нет, не била. Но он сказал, ребенок, три года сказал, этого достаточно. И теперь она его не увидит никогда, потому что государственным законом, юминальной юстиции, она только Евросоюзу подчиняется. Она случайно может узнать, где он передан на воспитание. Все, она потеряла навсегда. Вообразите. И кто будет желать иметь детей? Она ничего, живет нормальная семья, все. Только во Франции усталелые данные. Два с половиной миллиона детей уже изъяли из семьи. Это готовятся особые манкорты для того, чтобы антихристу в ладоши хлопать. Где ему ребенка лучше, в своей семье или где-то? И какое придумали? Пришли, она ребенка держит на руках. Удушающая любовь отнять ребенка. Отец с компьютером сидит, ребенок рядом, зашли. Никакого внимания ребенка. Как же он играет, он на руки берет. Зачем берете? Он должен сидеть здесь, все забирает. А я не отдам. А как не отдашь? Их пришло шесть амбалов. И все в масках. А я против. Я спрашиваю, а еврейского ребенка хоть одного забрали? Ни одного. У мусульман ни одного. Вы догадываетесь, почему? Я объясняю, там, где Яша плащет. А что делать? Молиться. Не хотели детьми заниматься? Будут другие заниматься. Я не травлю ни на кого. Я просто говорю, что возникновение и венальные инвестиции не на пустом месте. Бог знал, по-другому нас не пробить. Где-то, где попало, иди там помолись, другую комнату. Иди помолись. Вот оно вырастает, бычинное рога. Не склонить ничего нельзя. Оно уже здесь все прет. Не хотели заниматься? Другой дядя будет заниматься. Он думает, так будет дальше. Не будет дальше. Ты растешь. Тебя ломать будут. Ты на совершеннолетие не доживешь. Ты даже не понимаешь, что такое. Что делается? Вот сейчас, считай, азербайджанец, и где-то они там учились, и два армяна, а они из-за Карабаха бьются. Ну, в другой стране. Совершенно. Допустим, в Болгарии учатся. Что между ними было, не знаю. Но он сразу на них надулся. На последнее, что они говорили, что на встрече мне двое армян, и один из них улыбнулся. Улыбнулся. А может, он надо мной смеялся. И он наносит там 115 ран, отрубает голову, что угодно. И его выкупают за полтора миллиарда. Выкупили. Он дома и дает теперь интервью. Уже в Азербайджане. Вот так. То есть, все законы опять совмещаются в одном любовь. Значит, где-то что-то сказали. Ну, ты понимаешь, кому ты сказал? Какие последствия? Карикатура на Мухаммада. Тебе надо молиться. Мы сегодня слышали. А человек, знаете, вот он тебя судит. Не об этом заботься, что он судит. На суде Божьем будут его слова исследовать, а не мои. За всякое слово ответите. Он против меня говорил. На качестве слова кому принадлежат? Мне или ему? Справедливо, не справедливо. Это твои слова. Ты за них и будешь отвечать на суде Божьем. Поскорби о нем, поплачь. За единое слово не ответить. А он столько о тебе говорил. Что говорили об апостолах? Эти всесветные возмутители пришли сюда. Они что? Они ничего не говорят истину, а лгут. Это на апостолов. Мы другого не ждем. Мы должны быть благодарны Богу, что разум не отнят. О чем мы сейчас слышали? Я, к слову, сказать хотел, та, которая выступила, Ремнева, Надежда Степановна. Она была когда-то первой секретарь Центрального райкома партии КПСС в Советском Союзе. Ну, она мне неизвестна была. Но когда мое дело, вот я судился 11 лет, уже затянулось, и к ней попал этот документ. Она у меня, для слова Божьяниту, упоминается там. Она немедленно сказала, прекратите издеваться над Латкиным. Поставьте все на место. Она как бы была участвована в получении вот этих домов. Я то, что слышал, я не отрицаю. Но для меня она имеет еще иной облик. Она внимательна. И после этого, сколько я с ней встречался, она в краевой администрации, что-то там по связи с детьми, что-то такое связано было где-то. И у нас всегда были хорошие разговоры. Она партия иная, она не первый секретарь. Поэтому мне часто приходят на память слова Соломона. Когда пути человеку угодны Господу, он и врагов его примеряет с ними. Она коммунист, я верующий. Мне коммунисты жмут. А она против прокуратуры восстает и говорит, вы не справедливо поступаете. Разберите все, прекратите мучить человека. Это было толчком, когда начали рассматривать. А тут еще процентка был, генерал-лейтенант теперь вышел на пенсию. Бог дает не из нашей среды защитников. И я верю, когда мы поедем, и до этого как еще поедем, Бог как-то все устроит, что неизвестно. И представьте, мы вернемся живые. Вообразим, что Бог сотворит милость, и мы живые вернемся. Сколько у нас будет радости. Что мы будем вам говорить? Мы покажем фотографии, это все будет сниматься. Встреча с нашей русской диаспорой. Как это интересно будет. Ну, как это сидеть можно на месте, когда у нас все для этого есть? У нас для этого есть силы, желания есть, материалы, с чем мы едем. Книг не было бы, мы никуда не поехали. Мы едем в библиотеки, подарить книги, и уже везде мы встречаемся с людьми. Но будет ли? Откуда мы знаем? Надо ли это? Я ничего не знаю. Я знаю одно. Я ничто, Бог все. И сеющий, поливающий ничто. Мы в прошлом году, когда мы сказали, что едем мы до Москвы, батюшка так и ахнул. Мы же думали только до Урала. Мы говорим, мы доедем до Тулы, до нашего брата Иоанна, любезного. Да вы как? А уже когда сказали, что мы едем на Владивосток, я не знаю, говорил он или нет, а батюшка только где-то сказал, бы сказал, безумие. Это никогда. Это когда Пахомий строил монастырскую стену, ну, они наметили сколько, допустим, 200 человек, а он взял и захватил такую Палестину в три раза больше. Вдвоем с братом в стену делают мандры для будущего монастыря. Но ему было понятно, что нас будет не 200, а 11 тысяч мужиков. А брат его приходил и видел, ну, куда ты строишь? Ну, давай заворачивай это. Вот тогда подошел ногами и сбросил камни. А Пахомий говорит, прекрати безумие. Как тот брат разобиделся, монах у него, разобиделся. Ну, давай просить прощения. Ну, прости, ну, просто не выдержи. Я вчера так долго делал, а ты пришел и развалил все. А зачем такую Палестину? Я не знаю, мне Бог сказал, надо готовить, гостей будет много. Так что, если будет какая-то беда, в Потеряевке не вместиться. Сколько будет людей? Сегодня все направляют взоры сельской местности. Здесь только друг на друга будут оправляться. Вы посмотрите, а сейчас сегодня перекроют электричество, все. Канализация не работает, сигнализация не работает, двери открыты, мусор не вывозят, что там с ними будет? И, говорит, заранее приготовьте места в сельской местности, чтобы были знакомы, куда поехать. Ну, это уже в автобусах я, это уже сегодня полосой идет. Считайте, смотрите, готовьтесь. Мы готовимся к этому. Вопросы? Давай. В марте еще два события были, такие, которые, я думаю, достойны внимания. Это информация из мировой сети. Ну, первое, в марте 60-е годовщина смерти Сталина. И там есть информация, как бы, воспоминания евреев о дне смерти Сталина. Ну, вы знаете, многие, вот буквально искренне, они плакали так же, как и неевреи в день смерти. То есть, это было ощущение краха, это было ощущение потери человека, который вел светлое будущее. И в это искренне верили. Несмотря на то, что в этих семьях, в семьях евреев, были, естественно, потерпевшие многое, которые были участниками процесса, врачи, враги народа были высылаемы. И прочие, прочие репрессии испытали. Вот, тем не менее, вот такие вот были воспоминания этих евреев. Сегодня кто их там за эти воспоминания гнал бы? Ну, вот такие вот есть воспоминания. Второе, я хочу напомнить о том, что два года назад в марте было событие, о котором мы молимся. Ну, я знаю, Игнат Тихонович молится об этом, чтобы Господь даровал землю японскому народу, который потерпел страшное землетрясение. 150 тысяч человек погибло в этом землетрясении, от самого землетрясения и от цунами, который вызвал это землетрясение. И показывает кадры. Удивительные кадры сравнивают вот те же самые места, которые были сняты во время, после сразу этих событий в Японии и сейчас. Вы знаете, вот, наверное, даже ни одной бумажки нет. И написано, что половина этого мусора всего уже утилизирована в первый год. Я сравниваю наш народ. У нас бы это лежало еще неизвестно сколько. Там, вот, буквально, показывают, вот, буквально прибито к этому месту, откуда вели съемки, этот снимок сделан был. Там куча автобусов, машины, все это, хлам весь этот, все это там навалено. Второй снимок, чистота, порядок везде, все, все убрано. Просто поразительно. Такой, такой трудолюбивый народ. Да, дарует им Господь, допустим, у нас сколько земли пустой. Да, дал бы Господь, чтобы вразумил наших правителей, чтобы дали им землю, они бы здесь. И мы это мирным путем бы решили многие вопросы. Ну вот у меня такая... Я не знаю, кто как, я каждый день молюсь такими словами. Господи, дай японскому народу добрую землю, дабы они могли обратиться здесь, к Богу, к тебе. Вот об этом Жириновский говорил. Вот обо всех государствах есть такое. Ну, мы же говорим, Карачаевск, она уже внутри, Россия. Ну, государственный общий закон для всех изучают. Закон, это язык. И в Америке также приезжают какие-то там Чиканас. Ну, с разной Бразилии-то. Курсы бесплатные, изучают язык, они работают, люди нужны. Почему, когда такие пространства пустующие, а человек... Ну, а Япония? А Япония там останется несколько человек, как музей. Люди приезжать будут смотреть. Они бы эти руссовские свалки-то подобрали. А то километров, наверное, 15 все свалкой идет. Так, у нас сейчас будет занятие. Вы оставайтесь, если ничего нет. Благодарим Бога. Я кому говорил, нам нужно подождать. Достойно есть окол и сену, Блажите Тебя, Богородицу, Рисноблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херруни, И славнейшую без сравнения с веротим, Без искления Бога Слово Родшую, Сущую Богородицу Тя величает. Господи Боже наш, слава Тебе за прошедшее время этой недели, Как Ты дивно благословил нас. Сохрани наш разум для служения Тебе, Помоги нам умножить таланты, обнаружив их все. Для сего дары нам добрых помощников, наставников, советников. И устрои этот путь наш для благовестия, если он угоден Тебе. А если это не от Тебя, поставь препятствий, которых мы не могли бы перейти. За все Твои милости, долготерпения, Тебе слава, хвала Тебя, Сыны, Святой Дух. Я еще сделаю маленькое объявление. Послушайте, ну чего чуть-чуть присядьте. Я глянул в эту сторону, ты увидал. Ходили малейли здесь. Вот эта Мария, она Нурбаньян, я ее зовут Дартаньян. Она шла и упала и сломала руку. Правильно я говорю? Да. Перелом. У нее причина какая? На сапоги какие-то такие скользкие. Да, резиновые сапожки там были. В резиновых сапогах не ходите по льду. Видите как? Вот значит, за Марью молиться надо, она болящая. И маленькое вот объявление в Алтайской, какие у нас мужественные женщины живут. Ты можешь прочитать? Послушайте внимательно. Какие? Она не то, что в горящую избу войдет, она ее избу под ледушку раскидает. Русская женщина. Вот послушайте. Да. Где вы... Заголовок. Где вы, яйца Кастратов? Посильную помощь правоохранительным органам в их нелегкой борьбе с преступностью оказала на днях 42-летняя жительница краевого центра. Барнаула. В одиночку воспитывающая троих детей. На дворе уже стояла глубокая ночь, когда женщина, проснувшись, уловила слабый шум из зала. Стараясь не разбудить спящих детей, хозяйка осторожно приоткрыла дверь спальни и обомлела. В ее родном шифонере по-свойски шарился незнакомый ей мужчина. К счастью, женщина не стушевалась. Она мгновенно зажгла лампу и во всю силу легких прокричала грозность «Стоять!». Ошарашенный ее появлением воришка смутился и попытался спастись бегством, но не тут-то было. Дама в ночнушке перегородила ему путь к отступлению и сбила с ног мощным ударом кулака в грудь. После чего уселась на бедолагу всем своим 110-килограммовым телом. Нечеловеческие муки и вора неудачника прекратились лишь после прибытия на место происшествия наряда милиции. Однако, едва взглянув на несчастного, тщедушного злоумышленника, блюстители порядка срочно вызвали неотложку. Позднее медики зафиксировали у своего криминального пациента перелом двух ребер, грыжу, ущемление обоих, яичек и нервный шок. Так что нечего по чужим домам шастать. Это кому-то смешно. Но ведь здесь же вот такие женщины, они у нас в Барнауле. Мы ее даже не знаем, а неплохо бы посмотреть на нее. Потому что было даже разумно. 110 килограммов. Не растерялась. Я читал про одну такую бабушку, а она уже ложится спать, еще раз помолилась, смотрит, а из-под кровати ботинки. Он не поместился, преступник-то. И она не дала виду, что преступник-то. И она стала молиться, и он думает, сейчас она кончит, свет погасит. Ну и я свое дело сделаю. И она устроила молебен. Господи, сколько лет я живу и ты хранил, сколько я перетерпела. И вот я слышу, там бывают и преступники проникают в дом. Ты меня сохранишь, чтобы он ко мне не залез. А если он придет, Господи, ты дай ему понять, что ты за него тоже умирал. Он тебя не знает, Господи, но перед смертью хотят. Дай мне сказать ему, что Господь любит его. Он ждет его покаяния. А преступник там... И она его обратила, говорит. Он оттуда, когда вылез, баба Аня, прости ты меня. Я все тут взял. Давай расспрашивать дальше. Один преступник тоже писали. Он залез, а инвалид войны, он куда-то уехал. Ну приходит. А на столе записка, дверь взломана. Отец, ну разве можно так бедно жить? И 50 рублей лежит, это замок вставь, я замок сломал у тебя. То есть на нас никто не охотится. Мы никому не нужны, Бог хранит. И вот слыша это, мы всегда должны возблагодарить Бога за эту бабушку, которая... Она не подняла панику, не кричала стоять или лежать, ему сказала, не шевелись. У нее ничего не было, кроме того, что она любит своего Господа. И она решила перед смертью ему благовестить. И через это набирайтесь опыта, как вести себя. Как говорить? Я вот рассказывал этот случай, кто может не слышал, в Латвии было. Один благовестник приехал в тюрьму и проповедует там. Но когда он говорил, а после этого подходит один и говорит, а я вас знаю. Он говорит, а что, стоит одна рука вот так вот. А вот как было, говорит. А вы помните, там показывает, за Дагаупилсом, там в стороне 5 километров, маленькая ферма называется. Ну да. Но это было 4,5 года назад, осенью. Ну да, я знаю. А что дальше было? Ну я ехал на своей двуколке, у него два колеса, заложник напряженный. Никак у нас телега-то. И он когда мимо проезжал, а это его прихожане. Ночь, луна. Ему сердце забеспокоилось. Ну как у них? Так припомнил, недавно был. И решил поехать попроведать. Завернул, доехал, коня поставил, вокруг обошел, двери заперты, все спят. Ничего. Он решил зайти в сарай и помолиться. Но он не знал, что в сарай лунная, эта ночь светит, в дверь, а дальше не видать. Там пришел преступник убить их. И он вот так поднял руку, как зайдет. Он говорит, только в дверь зашел, но дальше не пошел, остановился и стал за них молиться. Господи, если грозит им опасность, пусть эта рука онемеет, навсегда не трогает. И он почувствовал, как холод начал разливаться по руке. Он уехал, ничего не зная. Он кое-как руку к себе повернул, и больше он этой рукой не движел. Рука полностью парализована. Теперь он левой рукой воровал, попался, и теперь ему это все рассказывает. Мы не знаем силу молитвы до конца. Мы молились, а кто знает. А вот так, птица слетается к подобным себе. И вот эти известия добрые, они прилетели к нам. Но это не конец этого предложения. Написано, так истинно обращается к упражняющимся в ней. Птица к подобным себе, а истина к тем, кто упражняется. Видите, мы в лице вот этих, ну кто там, фигурантов этих событий, находим полезность для себя. Главное это молитва. Главное это все-таки помнить, для чего ты живешь. Я даже подумал, когда мы думали, в Англии был, у меня мысль такая была, думаю, к Березовскому надо пробраться, поговорить. Но, вот так. Думаю, я уже так все это проиграю, где я буду, с кем бы я встретился. Ну, как, ну голова-то работает, маленько хоть. Я думаю, вот я бы ему рассказал все о Боге. Призвать его к покаянию. Думаю, а что он не слышал, да он со всеми встречался. А Бог его знает, через кого Бог коснется. Но, значит, не судьба. К Баварию нас Бог допустил, начальникам каким, а здесь нет. Вот у меня все. Оставайтесь, тут будут сейчас петь. Кто бы взял вот эту книгу? Не забывайте про... У кого нет, 77 книг про милосердие. Людмила Степановна, не отдавайте, кто что накопит, когда мы скажем. Средства на поездку, когда придет хлеб. Все, по порядку, на черту. А ya, вот сюда. Типа цеп Carol. В общем, все. Типа делали, что ты еще не嘉ал. Хто КУК. Что нет. Ты enthusiasts поднимают. Ты даже перечислила.